Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наш цикл бесед по книге Второзакония. И сегодня мне хотелось бы вернуться чуть-чуть назад. Мы в прошлый раз говорили о шестой главе. Сегодня взять небольшой фрагмент из четвертой главы. Но этот фрагмент тоже посвящен одной из десяти заповедей Божьих. Четвертая глава книги Второзакония, начиная с 15 стиха. Твердо держите в душах ваших, что вы не видели никакого образа в тот день, когда говорил к вам Господь на Хариве из среды огня. Дабы вы не развратились и не сделали себе из вояний изображение какого-либо кумира, представляющих мужчину или женщину. Изображение какого-либо скота, который на земле. Изображение какой-либо птицы крылатой, которая летает под небесами. Изображение какого-либо гада, ползающего на земле. Изображение какой-либо рыбы, которая в водах ниже земли. И дабы ты, взглянув на небо и увидев солнце, луну и звезды, и все воинство небесное, не прельстился и не поклонился им, и не служил им, так как Господь Бог твой уделил их всем народам под всем небом. Вот такой отрывок. В сущности, большая часть этого прочитанного отрывка повторяет заповедь о том, чтобы не сотворить себе кумира, изложенный почти точно так же записанной во 20 главе книги «Исход». Но есть маленькое дополнение. Это дополнение касается вот самого первого, все же таки, стиха 15-го. «Твердо держите в душах ваших, что вы не видели никакого образа в тот день, когда говорил к вам Господь на Хариве и среды огня». То есть заповедь «не делай себе изображение». Ты не можешь изобразить Бога, оказывается, имеет причину. Ты не можешь изобразить Бога и не можешь сделать себе ничего для поклонения, потому что ты ничего не видел. Как ты можешь? Ты единственный раз, когда Бог вступал в с тобой завет, ты ничего не видел. Это был только дым и огонь. Ты никакого образа не видел. Ну, конечно, ты можешь изобразить дым или огонь. Пожалуй, и все. Но никакого изображения, вот именно образа, ничего-то расплывчатого, образа у тебя нет. Поэтому, что бы ты ни изобразил, ты будешь лукавить, ты будешь лгать, ты будешь именно делать идолы, поклоняться придуманному Богу вместо живого. И получается, что вот это по расширительному выражению заповеди, как она звучит в книге «Второзаконие», оказывается, Бога-то нельзя изобразить только потому, что в день, когда Бог вступал с народом в завет, ты Бога не видел. Но мы-то живем не во времена Ветхого Завета, мы люди Нового Завета. Мы живем во времена, когда Бог снова заключил завет с человеком. Мы так его и называем, Новый Завет. И Новым Заветом его называем не только мы, скажем, православные христиане, или русские православные христиане. Его таковым считают и называют и, скажем, адвентисты, и пятидесятники, и лютеране, и баптисты, и много их там разных динаминаций. Все они христиане, и все они считают, что Евангелие — это есть Новый Завет, и что Христос заключает Новый Завет. Это не значит, что Он отменяет Ветхий. Этого невозможно. Это значит, что просто заключается Новый Завет. И во время заключения этого Нового Завета люди видят образ Бога. И Евангелие, которое признается всеми христианскими динаминациями, естественно, оно признает и слова пролога, слова первой главы Евангелия от Иоанна, о том, что вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог, и о том, что это слово стало плотью и обитало с нами полное благодати и истины. То есть любой протестант, он исповедует, признавая тексты четырех Евангелий, признавая в том числе слова Иоанна и много чего другого, что там еще сказано в Евангелии, он, естественно, верит, что Бог стал человеком. Это общая, скажем, мысль, общая для всех нас, христиан, вера. И это делает нас христианами. Мы православные христиане, они не православные христиане, но христиане не только потому, что они верят, что Бог стал человеком, что Бог воплотился, что Бог обрел образ, как говорит тропарь праздника, вообразился, не от слова воображение, а он именно, Бог принял образ, он стал видимым. Мы могли, вот Бог, он везде, всегда, вот что там в доисторическую эпоху, что допотопную эпоху, что и до последних времен он будет наполнять собой все, он везде, сый и вся исполняет. И вот, наконец, этот, который есть, но мы не можем его образ никаким образом увидеть, он невидимый, как мы на литургии постоянно говорим, невидимый, но вот он делается видимым, он собирает себя в образ и является образ этот человеку быть, то есть вообразиться, значит, принять образ, делаться видимым. Он был невидимым, обретая человеческую плоть, Бог делается видимым. И это является общим для всех христиан основанием веры. Если, как, допустим, какие-нибудь там свидетели Еговы, которые не признают, естественно, этого, и не верят, что они могут говорить о Христе, конечно, и много говорят всякого разного, но они утверждают, что нет, это не Бог воплотился. Это их заморочки. Но любой, скажем, христианин из любой динаминации, где бы он ни был, он потому христианин, что он верует, что слово стало плотью, и что это слово есть Бог. Бог стал плотью, Бог воплотился, Бог вочеловечился, Бог вообразился, принял образ. А раз принял образ и стал видимым, его можно изобразить. Вот эта причина, которая звучит в 4 главе книги Второзакония, которая говорит о том, что Бога нельзя изображать, то есть ничего нельзя изображать и поклоняться этому как Богу, потому что вы не видели образ Божий в день заключения Завета. А теперь вы видели образ Божий в день заключения Завета, потому вы можете его изображать. Ну, можете, это мягкое слово. Это тот минимум, ниже которого опускаться нельзя. Это, если вы говорите, что, ну, скажем, увлеченный какой-нибудь там учением, какой-нибудь из протестантских динаминаций, вы говорите, что нельзя изображать Бога во время пришедшего и заключившего с нами Завет, тогда вы свидетельствуете о том, что либо Христос – это не Бог, либо вы свидетельствуете то, что на самом деле никакого воплощения не было, либо вы свидетельствуете о том, что вы живете во времена Ветхого Завета, то есть никакого Нового Завета не было. Если вы верите, что Новый Завет был, если вы верите, что Христос, который говорит, вот кровь моя Нового Завета, что Он был Бог, то, естественно, вы в соответствии с заповедей о изображении, вы можете теперь изображать. Изображать именно не то, что вы нарушаете ее, вы восполняете ее и говорите, вот теперь исполнением этой заповеди будет изображение Бога, изображение Иисуса Христа, потому что Слово стало плотью. Это возможно сделать. Но Православная Церковь, она, это вот, это минимум, о котором мы сказали, Православная Церковь учит о том, что Бога не только можно изобразить, Его необходимо изобразить в лице Иисуса Христа, потому что это именно свидетельство и удостоверение нашей веры, свидетельство того, что действительно воплотился Бог. Если мы боимся этого сделать, то, как я уже сказал, мы на самом деле лицемерим. Мы либо не верим, что Христос был Богом, либо живем во времена Ветхого Завета и не верим, что Христос заключил, то есть Бог заключил с нами Новый Завет в крови Иисуса Христа. Мы как бы боимся признать новизну Нового Завета. Сама эта новизна в том, что отныне явился Бог в лице, в образе и в своей крови. Он заключает с нами Новый Завет. И если мы боимся принять, что именно Бог и что Новый Завет, и это кровь Его Нового Завета, то мы как бы боимся признать полноту Нового Завета. Мы боимся вступить в всю силу Нового Завета. И Православная Церковь, когда она размышляла еще в восьмом веке над всеми этими явлениями, вот тогда и было понято и заявлено, что нет, это не просто какое-то снисхождение, ну ладно уж, нравится вам, изображайте. А это именно некий момент нашей веры. Мы изображаем не потому, что можно, а потому что нельзя не изобразить это удостоверение нашей веры, свидетельствующее в том, что мы веруем, что Бог стал человеком, и что именно Он заключил с нами Новый Завет, и фиксируем этим тем, что изображаем его на иконе, или на стене храма, или еще где-то, и свидетельствуем об этом, этим изображением о том, что мы действительно люди Нового Завета. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.